В эфире новости. В студии Инесса Дубинина. Здравствуйте. 15 августа – День добровольца. 24 года назад, 15 августа, первая группа добровольцев Северного Кавказа прибыла в Абхазию во главе с лутаном Сосналиевым. На помощь абхазскому народу, вставшему на защиту своей родины, пришли добровольцы из всех республик Северного Кавказа, Приднестровья, Южной Осетии, Кубанские, Донские казаки, выходцы из других регионов бывшего Советского Союза. В понедельник в Абхазии прошел ряд мероприятий, посвященных Дню добровольца. В городе Герои Гудаута состоялась церемония возложения цветов к обелиску памяти добровольца. Почтить память героев, пришедших на помощь в самую трудную для Абхазии минуты, пришло руководство стороны во главе с президентом Раулем Хаджимба. На траурном митинге выступили известные научные деятели. Отмечалось, что переоценить роль добровольца в отечественной войне народа Абхазии просто невозможно. В свою очередь, экс-президент Конфедерации горских народов Кавказа Мусаш Анибов подчеркнул значимость добровольческого движения в годы войны и важность деятельности Конфедерации. Наши братья, наши герои-добровольцы и те, которые приняли на этой священной земле, через это здание около трех тысяч добровольцев прошли. Да здравствует свободный Абхазский народ, великий Абхазский народ, который ценой подобных усилий и жертв отстоял свободу. Да здравствует народы братские, народы Кавказа, которые в этот черный час поддержали и помогли Абхазскому народу в этой борьбе за свою жизнь и за свою свободу. Спасибо казакам, которые мы сумели провести, недавно ушел из жизни. Умом не понять, сердце тоже не может сказать, что повело этих молодых добровольцев сюда не на прогулку, не купаться на пляж, а именно подставить свое плечо, именно протянуть свою руку для того, чтобы не истребили Абхазский народ. В эти дни находятся официальные добровольческие делегации из Чеченской республики, Кабардино-Балкарии, Северной и Южной Осетии, Карачаева-Черкесии, Адыгеи, а также представители Союза казаков Юга России. Наш корреспондент Элеонора Гелаян пообщалась с теми, кто 24 года назад, оставив мирную жизнь, встал рядом в бой на фронтах братской Абхазии. В его жизни было четыре войны. Две чеченские, афганская и абхазская. Омрадий Керимов из тех, про кого говорят, война находит его, но он продолжает искать войну. Мужчина долга и чести, силы и мудрости, настоящих чеченских традиций. В сложном 1992-м он не мог остаться в стороне от нашей беды. Спустя 24 года чеченский доброволец, кавалер ордена Леона, Омрадий Керимов вспоминает, как и зачем шел в ту неизвестность. Не смог сдержаться, когда люди, малый народ, как объясняли нам. И мне казалось, что кому помощь нуждается, она всегда невозможна мимо пройти, а не помочь. Это, я считаю, никакого мужского или... За спиной у Омрадий Керимова была афганская война и сложное ранение. Его родной брат Бахита, вспоминая то время, признается. Предположить, что после Афганистана старший опять поедет воевать, было невозможно. После полученных ранений Омрадий еле выжил, однако не уехать в Абхазию не смог. Правда, представить, что за ним приедет практически вся семья, тоже. Между тем, в Грозном, дома у добровольца, происходили действительно фантастические вещи. Он приехал сюда, а потом, спустя некоторое время, ну, конечно, хотелось приехать за ним. Нас пять братьев всего. Я хотел приехать за ним, но, думаю, если один поехал, тогда надо хотя бы родители тоже подумать о них. Сижу дома, вижу сон ночью. Клянусь Аллахом, как есть. Вижу сон, что братишка мой падает в яму с водой. Я ему ремень бросаю и вытаскиваю его оттуда. Я говорю, нет, это неспроста сон. Сразу сажусь на автобус. У нас как раз автобус уходил. Каждый день уходил добровольцем с Чечни. Приезжаю. Сегодня его ранили, завтра я приезжаю. Оказывается, я сон видел на тот момент, когда его ранили. Ранение старшего брата было достаточно серьезным. Однако Бахитаа решил гораздо важнее продолжить добровольческую миссию старшего. И забрав у того обмундирование, двинулся в бой. Правда, даже на этом история войны Керимовых не завершилась. Я его оружие все взял и участвовал дальше в боях. Потом за нами приехал младший братишка. С 1977 года, тогда ему сколько было? 16, не 16, да, 14-15 лет ему было. Родители обманул, что в школу идет. Он седьмой, что ли, класс или шестой, я не знаю. И раз появляется он здесь. И мы три брата здесь прошли войну. Приезда младшего, тогда 14-летнего брата в Абхазию, точно не ожидал ни один из старших братьев. Однако, несмотря на все, этот факт придал еще больше сил. Сегодня Абхазия для Керимовых действительно родина. Со всеми потерями и трагедиями, друзьями и воспоминаниями. Добровольцы признаются, они навсегда рядом с Апсны. Я сюда приезжаю, честно говоря, дела у всех, дела, дома все бросаю. Иду, ну ладно, еду, посмотрю, ребят у них же, знакомых. И то молодое время, которое у меня здесь было, молодое время, вспоминаю, молодости, как мы здесь, какие были. Тогда же никакого страха и ничего не было, потому что всего было 26 лет. Это время такое, что тебе кажется, ой-ой-ой, что ты не можешь сделать, вот это все, ты в небе, как жира, улетел. И не сожалеем нисколько. И сегодня, несмотря на возраст, порох еще сухой. Если надо будет, и сегодня, и завтра. Не дай Аллах, конечно, дай Аллах, чтобы вечно мир здесь был. Но если вдруг понадобится, мы еще сильнее духом, еще мудрее можем здесь стоять. Лучше, чем раньше здесь был. Сегодня Абхазия для меня – это вторая родина. Я абхазский народ люблю, как свой чеченский народ. Целая семья добровольцев. Все трое – кавалеры Ордена Леона. Шутя между собой старшего умради, они называют зачинщиком, как в игре. Правда, настоящие мужчины играют ни много ни мало в войну. Благородную, мужественную, страшную. Делают это самоотверженно, искренне. И каждый раз, как в последней. Добровольческий феномен Отечественной войны народу Абхазии еще долго будет поддаваться изучению и анализу. Тысячи солдат, будто по зову о помощи, самого родного человека, раз и навсегда изменили, а может даже и сломали свои жизни во имя общей победы. И не было на Кавказе ни абхазов. С той минуты. Музей боевой славы прошел вечер, посвященный Дню добровольца. Все официальные добровольческие делегации были приглашены на памятное мероприятие, в ходе которого была показана военная хроника. Еще раз пролистана страница истории феноменального добровольческого движения в Отечественную войну народа Абхазии. Перед собравшимися выступил советник президента Республики Абхазии Владимир Зонтария. Он подчеркнул важность своевременного реагирования братских народов на Отечественную войну народа Абхазии. Дмитрий Зонтария. Добровольческому движению и поддержке братских народов в целом дал главнокомандующий вооруженными силами Абхазии военного периода, выдающийся национальный лидер, первый президент Абхазии Владислав Ардзенба, который в частности отмечал, в этот критический час, когда решалась судьба Абхазии, когда стоял вопрос о том, быть или не быть, народы северного Кавказа встали на защиту Абхазии. Куратко о кадровых изменениях. Шамиль Адзенба написал заявление об уходе с поста первого вице-премьера Абхазии, сообщает спутник Абхазии. «Многое из того, что делали, мне непонятно. Я просто посчитал для себя невозможным оставаться дальше работать. Мы поговорили с президентом с глазу на глаз. Я объяснил свою позицию. Президент понял, и мы расстались с друзьями. Так сложились обстоятельства, которые меня не устраивают. Это ни в коем случае не касается назначения нового премьер-министра. Я поддерживаю кандидатуру Беслана Борцес и желаю ему удачи», – цитирует агентство Шамиля Адзенба. Комментируя решение уйти в отставку, Шамиль Адзенба отметил, что на его решение повлияло неисполнение закона о языке при принятии кадровых решений. Шамиль Адзенба не исключил своего дальнейшего участия в политической жизни страны. «Я подумываю об участии в предстоящих выборах в Народное собрание», – отметил Шамиль Адзенба. «Государство несет серьезные финансовые потери в связи с сокрытием достоверной информации о деятельности ряда курортных объектов», – заявил президент Рауль Хаджимба, сообщая «Спутник Абхазии». «Я понаблюдал картину, которая складывается на Рице и в Афоне и на границе по реке Псо. Мы с вами имеем серьезные потери», – подчеркнул президент. В ходе совещания, в котором также приняли участие руководители службы госбезопасности Министерства внутренних дел и таможни, Хаджимба отметил, что хорошая тенденция была в прошлом году, положительная, а на сегодняшний день картина не совсем приглядная. Он также заявил, что по результатам работы будут сделаны серьезные выводы. Премьер-министр Абхазии Беслам Барцец в понедельник представил коллективу Министерства финансов нового министра. Им стал вице-премьер, курирующий экономический блок Дмитрий Сериков. Глава правительства отметил большой опыт, знания и профессиональные качества Дмитрия Серикова. Беслам Барцец выразил признательность всему коллективу Министерства и лично Амрик Варанзе за проделанную работу, отметив такие достижения, как внедрение казначейства и ряд других мероприятий. В свою очередь Амрик Варанзе еще раз поблагодарила коллектив Министерства финансов за совместную работу. Отметив его высокий уровень знаний и пожелала продуктивной работы новому министру финансов. В день начала войны на набережной Махаджиров состоялась фотовыставка работ российского журналиста Олега Власова, который работал в Абхазии во время Отечественной войны народа Абхазии. Ранее неопубликованные материалы стали доступны общественности благодаря инициативе ветерана войны Вахтанга Агухава, который выкупил фотоархив и вместе с дочерью Анастасией организовал выставку для гостей и жителей республики. Подробности у Надежды Боровиковой. Эти фотографии сняты осенью 1992 года на Западном фронте. Автор работ, фотокорреспондент Тартас Олег Власов в числе многих российских журналистов был направлен в Абхазию, когда началась война. По какой-то причине работы Власова так и остались неопубликованными, и спустя 24 года фотоархив впервые стал доступен широкой публике. Мой отец был в том полку, он тоже есть на фотографиях, где снимал данный фотограф. И через какое-то время после войны, а точнее в 1995 году, мой отец его случайно встретил на Арбате в Москве. Потом они опять потеряли контакт, и спустя 20 лет он пришел к моему отцу с данным фотоархивом. И предложил ему, показал ему в первую очередь и предложил. И вот мы с моим отцом, у нас возникла такая идея, и мы решили это осуществить ко дню начала войны. И главной идеей было то, чтобы никто об этом не забывал. По окончании выставки все фотографии будут переданы в Музей боевой славы Абхазии. А каждый, кто узнает на фотографиях себя или своих близких, получит фото в подарок. Арзадина Агрба на одной из фотографий узнал его брат. И сразу же позвонил, пригласил посетить выставку. Что происходило в тот день, точно вспомнить Арзадин не смог. Во-первых, много лет прошло, а во-вторых, дни тогда почти не отличались друг от друга, говорит Арзадин. Это разведзвод, второй мотоскрылковый батальон Сухумский. Это в Нижних Ишерах сделана фотография. Скорее всего, где-то в санатории. Амичба, Пачала, Аслана Агрба, Резу, Чачхалия. Это Джон, Джон Зябши, по-моему. Дидзария, да. А вот это Тарнава же без Мираб Тарнава. Здесь только остался жив Аслана Агрба, и я остальных нету живых уже. Стенды с фотографиями войны привлекали внимание не только жителей Абхазии. Гости республики останавливались, заинтересованно рассматривали снимки. Трагическая страница в истории Абхазии глазами российского журналиста – это горе и боль потери, это дружба и редкие фронтовые радости. Память о ежедневной борьбе, запечатленная на фотобумаге. Эта фотовыставка, конечно, волнует любого, равнодушных не оставит никогда, потому что здесь не надо все. И штаб, да, во главе деятельности, да, во главе с первым президентом Артином, и, значит, раненых я вижу, и помощь простых людей я обратил внимание на некоторых фотографиях. То есть это была действительно всенародная борьба за независимость. Выставка продолжится в понедельник с 7 до 11 вечера у колоннады на набережной Махаджиров. Надежда Боровикова, Эдуард Аракелян, Абаза-ТВ. Завтра была война. Под таким образом названием в Центре «Мир без насилия» имени Зураба Ачба прошел вечер памяти. Он был посвящен сразу трем историческим датам в новейшей истории нашей страны. Начало Отечественной войны народа Абхазии, Дню добровольца и убийства видного общественного деятеля, известного юриста и правозащитника Зураба Ачба. В Центре собралась как молодежь, те, кто знает о войне лишь по рассказам взрослых, так и непосредственно участники тех событий. Материал Рустама Зонтария. 14 августа 1992 года для каждого, кто находился в эти дни в Абхазии, произошло одно из главных событий в жизни. Этот день бесповоротно разделил ее на до и после, нередко оставив в прошлом несбывшиеся планы и стремления, заставив бороться за главное, что есть у человека – жизнь, свою и близких. Нала Шадане находилась в родном селе Апаски от Хворчалского района. Так получилось, что ей в 21 год пришлось взять на себя ответственность за жизнь младших сестер. В два часа дня начинались новости по российскому телевидению. Случайно включаем телевизор. Взрослых никого не было. Все взрослые отдыхали за пределы нашей республики. Я была самая старшая, мне было 21 год. Остальные помладше две мои сестры. Я включаю телевизор и слышу, что началась в Абхазии война. Через некоторое время уже главы администрации, там все, объявляют, чтобы из дома не выходили. Еще люди же не были готовы, не знали, какие последствия. А тут сидишь в ожидании чего-то и не знаешь, что будет. Тут заезжают гвардейцы на второй день на своих машинах, грабят, уезжают, еще села не закрыты, еще ничем мы не защищены и не знаем, как себя вести. Когда мы слышим, что какая-то машина подъезжает, бежим в сад какой-нибудь, спрячемся, выходим, уехали, не уехали. Вот так первые дни. До января месяца мы были на Восточном фронте, в январе месяце на вертолете через Тиберду. Мы прилетели уже в Тиберду, оттуда уже на Пицунду. Для многих граждан Абхазии 14-я пусто стала настоящим шоком, громом среди ясного неба. Для многих, но не всех. Те, кто участвовал в национально-освободительном движении абхазского народа и знал о сути событий, происходящих в последние десятилетия, предчувствовали ее неизбежность. Мы уже ждали, что война будет. Все события, которые шли, они наталкивали на эту мысль, как говорится, и все шло к войне. Если бы она не случилась бы в тот день, она бы все равно случилась бы, может, немножко позже. Многие думали, что это будет, типа, как в 89-м году было, беспорядки. Но тогда было, с их стороны, это проба была. Хотели, испытывали нас на прочность. А здесь они уже были вооружены до зубов. Вот. У них было все. И бронетехника, и авиация. Вот. И уже эта пехота, подразведения там. Дети. Самое большое несоответствие войне. Тем, кому Богом велено радоваться жизни и расти под мирным небом, наравне со взрослыми привыкают видеть боль, страдания, избегать смерти. Эсмепилия было тогда совсем немного лет. И вспоминая те дни, она то плачет, то смеется. Мы уже, когда слышали звук машины, понимали, что это не кто-то из наших, а что в Баргете. Начиналась стрельба. Мы все убегали в лес. И тут, значит, один очередной такой случай, но без стрельбы. Мы услышали машину, мы все убежали в лес, и мы очень долго там сидим, сидим. Мы уже устали, и вдруг мы слышим свист. И одна из моих стрельбовачьих говорит, вы представляете, эти сволочи еще и свистят нам. И сидим, а потом смотрим, оказывается, наш дядя приехал. Ну, еще я помню, когда вот мама только приехала в Творчелли, мама еще не, как бы, не побывала под бомбежками. Она не знала, что это такое. Вот. Только начиналась бомбежка, мама меня дьявол почему-то накрывала. А нам всем говорили, папа говорил, бегите сразу в ванную, если что. Я хочу выпутаться из одеяла, не могу. Мама меня держит под одеялом. Добровольцы. Это слово в Абхазии вот уже 24 года звучит по-особенному. Те люди, что без мук совести, могли спокойно остаться у себя дома в безопасности, приехали на войну. Приехали по зову сердца, чтобы внушить своим братьям веру в себя и победу. Мы на них надеялись, мы на них смотрели. Ну, естественно, наши ребята, это не на последний план, конечно, они впереди. Но, тем не менее, добровольцы, это вот когда мы это слово слышали, что-то вот, какая-то сила, которая неописуемая, которая вот сверху, какая-то сила, которая нам поможет, которая поможет выжить нашим детям, сестрам, братьям, нашим ребятам, которые каждый день погибали. Из уст в уста переходили, что вот приехали чеченцы, вот приехали кабардинцы, вот приехали. Это была такая поддержка, вы не представляете. Но самое волнительное для меня был тот момент, когда я впервые в Гудаутах увидела вот на площади, где обычно всегда все вывешивали. Читаю, не могу понять. Вроде бы буквы знакомые, но это было на кабардинском языке «Мы с вами, братья». Это была потрясающая поддержка. Наверное, нет человека, которому сказали, что это означает, и с одной стороны не был бы счастлив, а с другой стороны не рыдал бы, потому что мы убеждались в том, что мы выживем. Рядом с нами наши братья. Одним из тех, кто силой своего слова и ума каждый день приближал долгожданную победу, был Зураб Ачба. Этот человек никогда не ассоциировался с войной, но его имя внушало уважение и трепет самым ярым политическим оппонентам. Мы и друзья, и близкие Зураб Ачба. Мы говорим, в день его гибели здесь находился Павел Флоренский, это известный ученый, из очень интересного рода. Он сказал, выстрел в Зураб Ачба, это выстрел в Абхазию. На самом деле, Зураб был очень незаурядный юрист, правозащитник, правовед. Он отличался большим аналитическим умом и, конечно, он был блестящий полемист. Один из первых и последних абхазцев, который в Тбилиси, в спорткомплексе, в огромной, огромнейшей аудитории, последним выступал перед грузинами. И очень часто аплодисментом прервали его доклад. Прошло уже 24 года со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Те, кто тогда были подростками, уже зрелые люди. Вечера, когда они, ветераны войны, могут поделиться своими воспоминаниями с сегодняшней молодежью, позволяют верить, что память о подвиге героев и правда не оскудеет. Рустам Зонтария, Эдуард Аракелян, Абаза КВ. Печальная весть. В субботу, 13 августа, на 71-м году жизни перестало биться сердце Рауфа Ивжно, известного общественного деятеля, ветерана национально-освободительного движения нашей страны. Рауф Ивжно – один из главных инициаторов создания Народного форума Абхазии Айдглера. В августе 1992 года по поручению первого президента Рауф Ивжно с Артуром Миквайбе и Батой Ардземба находились в Турции. И когда началась Отечественная война, они провели ряд общественно значимых встреч как среди диаспоры, так и в официальных кругах Турции. Представители там диаспоры, вот кого я называл, они организовали, договорились о встрече с президентом Турции. Тогда был Тургут Азал. Вот эту встречу мы готовили очень долго, несколько дней. А потом он не в самой Анкаре оказался, ни в Стамбуле, ни в Анкаре. Был на отдыхе где-то за 800 километров где-то на границе с Грецией. Мы туда поехали. Он нас принял. Был Чингиз, потом Квиндуз Кетчпа, Кетчпа, Атайчушпа, Сезайя, пять человек. Встреча проходила час пятьдесят минут. Его все интересовало буквально, начиная от этих... Первый вопрос был его, кто в Абхазии вообще, мусульмане или христиане? Вот это первый вопрос был. Ну, мы там говорили, он сказал, что я, конечно, говорит, не обещаю вам танки, автоматы, там, армию, говорит, чтобы на помощь вам пришло. У вас, говорит, здесь большая диаспора. Пусть, говорит, они материально помогут. Я знаю, что у вас с этим делом, говорит, сложно. Если вы хотите, чтобы вы Абхазии помогли, пусть, говорит, люди здесь, говорит, пошевелятся немножко. А я, говорит, могу помочь. Единственное, чем могу это помочь, говорит, вот это что, деньги, говорит, что соберут. Благотворительность, так скажем. В понедельник в доме учителя по проспекту Аяйра в центре столицы прошло прощание с Рауфом и Бжно. Похорен состоится во вторник на родовом кладбище в селе Джерхуа. В день археолога историки направились в село Меркула Чемчирского района. К совместной экспедиции абхазских и российских ученых подключили студентов в исторического факультета. Они с большим удовольствием вместе со своими преподавателями занялись исследованием средневекового замка, расположенного в восточной части Абхазии. Амелия Сатурям продолжит. Нет ничего лучше того, чтобы отметить свой профессиональный праздник в работе, решили археологи и отправились на раскопки в село Меркула. К экспедиции присоединились студенты-первокурсники исторического факультета Абхазского государственного университета. Преодолев все препятствия, группа наконец добирается до феодального замка. История его уходит далеко в средневековье. На первый взгляд в глаза бросаются от места, где были балки и ниши. Первое впечатление, что это здание было двухэтажным или двухъярусным. Конечно, несколько смущает то, что если первый этаж мы посчитаем, что это нечто хозяйственное, то на втором этаже мы не видим, как туда поднимались. Может быть, были приставные лестницы или была лестница деревянная и так далее. Но мы видим ниши, мы не видим окон. Некая такая загадка, которую пока нам не удается раскрыть. Как говорят археологи, в замке отчетливо видны следы черных копателей, нарушивших культурный слой почвы. Немного севернее этого места еще в 2013 году в ходе совместных исследований абхазских и российских ученых было впервые обнаружено более древнее сооружение. Здесь и сегодня ведутся раскопки. Руководитель экспедиционной группы, старший научный сотрудник отдела археологии Российской академии наук Галина Требелева рассказывает о находках за время ведения раскопок. Памятник был открыт нами в 2013 году. До этого здесь была известна лишь только башня Аллаха Шаба, мимо которого проходили до этого. Про этот храм особо никакой информации никем не было известно. Когда мы прошли про разведку, мы обнаружили развалины этого храма. В 2013 году, в 2014 году мы начали здесь проводить раскопки. Находки различные здесь есть. самые простые много керамики, строительные, есть некоторые украшения, потому что при погребениях, при храме здесь присутствуют. Соответственно, более найдено погребение полностью не разрушено одно. Большая часть погребений здесь, конечно, разрушены. Слои перемешанные. Окружает Меркульское городище оборонительная стена, смотреть которую отправились студенты. Пройдя метров 200 от храма, группа обнаруживает фрагмент сооружения. Возможно, это первый уровень стен этого городища, то, как оно разрослось. Либо это было два городища, которые потом срослись, возможно, вместе. Мы еще эту загадку до конца не разгадали. В стене мы находим следы вкладки кирпичей, что говорит, что это очень раннего периода стена. В 2014 году мы по ту сторону стены закладывали разведывательный шур. Находок здесь было очень много. Самое интересное, здесь была найдена красно-лаковая миска римского времени. Декан исторического факультета АГУ Алик Габелий убежден, участие в подобных экспедициях способствует углублению знаний студентов. Одно дело служить лекции по археологии, другое участвовать в раскопках плечом к плечу с учеными. Студенты первого курса по учебному плану должны проходить археологическую практику. И вот сегодня в рамках этой практики, археологической практики, сделали выезд. Удачно, то, что здесь работает археологическая экспедиция, интересный памятник. А студентам это очень важно увидеть. То, что они в аудиториях слышали из уст профессора Радига Хутовича, из моих уст, они увидят здесь наяву памятник в процессе раскопок. Да и сами ребята с большим интересом принялись исследовать местность. Многие на раскопках впервые. Неожиданно поаниматься на такую высоту. Просто не часто позволяют случай такого сделать. Но было достаточно интересно. и, судя по всему, здесь идет оживленная работа. То, что вы слышите от преподавателя в аудитории, это одно ощущение. Когда вы находитесь в определенном месте, в котором идете вообще девять больше раскопки, и когда во время этого всего рассказывают, это действительно вообще другое ощущение. Как говорят молодые историки, дальние походы им по душе. Это отлично для здоровья, для духа выбраться вот так вместе с курсом, с друзьями, которые мы учим, всегда очень прекрасны. Тем более, что прибыв сюда, мы увидели храм 6 века, очень интересный. Тем более, что мы историки, и нам такие вещи по сути должны быть очень интересны. Больше незапланированных находок пожелал своим нынешним и будущим коллегам в день археолога профессор Олег Бгажба. Разрешите поздравить всех с Днем археолога. Это очень интересная специальность, без которой невозможно изучить историю, потому что археология изучает, особенно важна она тогда, когда изучаются бесписьменные памятники еще, когда письменность не появилась, и ее очень мало, и письменные источники противоречивы. Без археологии никуда не денется, потому что она одна из исторических наук, которая занимается изучением прошлого человеческого общества, закономерностями его развития на основе как раз материальной культуры, материальных памятников. У Галины Требелевой интерес к истории, а потом и непосредственно к археологии появился со школьных времен. С тех пор она занимается исследованием древностей. Вместе с семьей каждый год приезжает в Абхазию, чтобы продолжить изучение Меркульского городища. В старших классах, когда мой преподатель по истории стал водить нас в музей, рассказывать о тех археологических раскопках, о которых участвовала она. И уже в институте, после первого курса института я участвовала в археологических раскопках сперва на Урале, где я заканчивала Магнитогорский институт. А потом уже позднее я уехала в античные экспедиции, работала на Тамани и с 2001 года я работаю в Абхазии. Каждый год сюда приезжаю в 2001 год. Мы были первыми российскими археологами, которые приехали сюда работать в Абхазию. Раскопки на территории этого многослойного памятника истории будут продолжаться. Вскоре ученые вплотную займутся исследованием феодального замка. Наверняка раскопки продолжатся с участием студентов. Некоторые из них уже решили посвятить себя этой увлекательной профессии. В Турции прошло второе ежегодное собрание соотечественников Айзера. Как сообщает Абснепресс, в нем принял участие полномочный представитель Республики Абхазия в Турции Энергизба. Собрание соотечественников Айзера было организовано Абхазским культурным центром города Эскишехир. В ходе мероприятия Энергизба пообщался со старейшинами и с молодежью. Ответил на многочисленные вопросы, выслушал рекомендации и предложения по улучшению взаимодействия диаспоры с исторической родиной Абсны. Последствия удара стихии в ночь на 4 августа в столице и Сухумском районе все еще дают о себе знать. Ремонтные работы на мосту по реке Эзерта в селе Нежнее Ишера завершены, сообщает пресс-служба госкомпании Абснырголера. В сообщении отмечается, что меры предпринятые Абхазберегозащитой временные. В будущем здесь планируются масштабные работы по замене конструкции. И снова проливной дождь. Накануне в результате сильного дождя в Сухуме затопило музей боевой славы. Вода проникла через дверные щели. Проблема в том, что при строительстве здания не были предусмотрены отводные пути. Пострадали четыре комнаты музея, в основном технического назначения. Вода проникла в щитовую. Под угрозой замыкания оказался весь комплекс. С утра сотрудники ликвидировали последствия своими силами. И в завершении выпуска прогноз погоды. Во вторник 16 августа в столице переменная облачность. Атмосферное давление 754 мм ртутного столба. Температура воздуха днем 30, ночью 22 градуса. Температура морской воды 27 градусов. На этом пока все. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok